Астрономы обнаружили гигантскую планету из пенопласта. Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету размером больше Юпитера, но при этом обладающую экстремально низкой для такого класса планет массой. Но в первую очередь интерес к себе объект привлекает своим составом, по плотности аналогичным пенопласту, что позволило его даже в шутку прозвать пушистой планетой. Команда, обнаружившая Кельт-11b, так называется эта планета, чья орбита расположена примерно в 320 световых годах от Земли, говорит, что этот по всем параметрам необычный мир является третьим по плотности среди планет, у которых была точно установлена масса и радиус. И это со всех сторон странная сфера, способна рассказать нам больше о том, как вообще появляются и развиваются такие необычные экзопланеты. Она очень раздута. Обладая всего одной пятой массы Юпитера, она почти на 40% его больше, что делает ее по плотности похожей на гигантский пенопласт, окутанный плотной атмосферой, говорит астроном Джошуа Пеппер из Лихайского университета Пенсильвании. Помимо необычной плотности, планета Кельт-11b выделяется еще и тем, что оборачивается вокруг сверхяркой звезды Кельт-11, находящейся в процессе перехода в красного гиганта. Это может говорить о том, что в рамках термоядерного процесса звезда начала сжигать водород, находящийся за пределами ее ядра. Ученые говорят, что в течение примерно следующих 100 миллионов лет внешние слои атмосферы звезды Кельт-11 будут расширяться. И в конечном итоге звезда полностью поглотит планету Кельт-11b. Поглощение не займет много времени, так как планета находится очень близко к звезде. Полный оборот вокруг своего светила экзопланета совершает менее чем за 5 земных суток. Но перед своей гибелью этот мир из пенопласта, благодаря яркости самой звезды, сможет рассказать ученым о составе своей атмосферы. Астрономы отмечают, что звезда этой системы является самой яркой на небе Южного полушария среди известных звезд, у которых благодаря методу транзитного поиска были обнаружены планеты. Транзитный метод поиска новых экзопланет является одним из самых популярных у астрономов. Ведь благодаря проходу планету между звездой и нашими телескопами снижается яркость наблюдаемой звезды. Это и указывает ученым на то, что перед звездой в этот момент может находиться экзопланета. Однако в случае сверхяркой звезды, Кельт-11, снижение в ее светимости при проходе планеты оказалось настолько несущественным, что астрономы сразу не могли подтвердить наличие планеты. С помощью Кельт-1, килодегри экстерменный литл телескоп. Два роботизированных телескопа, работающих в унисон и находящихся в Аризоне и Южной Африке. Открыть ее было довольно сложно. Изначальное наблюдение за звездой с помощью Кельт показало лишь незначительное изменение кривой блеской на диаграмме. Поделился Пеппер сайту fix.org еще в прошлом году, когда астрономы впервые объявили о своем открытии и ожидали критического анализа их исследования со стороны. Так как транзитный переход показал настолько малое влияние, уровень яркости звезды упал ниже 0,3%, то получить проверенные и полностью подтвержденные данные в рамках тех наблюдений было непросто. Однако новые наблюдения смогли подтвердить существование экзопланеты Кельт-11b в этой системе. И теперь те параметры светимости звезды, которые изначально затруднили ученым возможность доказать ее наличие, могут использоваться для определения ее атмосферы. За счет этих данных исследователи планируют выяснить, почему этот пенопластный мир так раздуло в размерах. Он почти в два раза больше, чем можно было бы предположить, учитывая его массу и расстояние до звезды. Я думаю, что Кельт-11b предлагает нам отличный шанс лучше понять механизмы, в результате которых планеты так и раздуваются, говорит Пеппер. Кроме того, так как звезда системы находится в своем переходном состоянии, на базе этих данных мы планируем лучше понять поведение планетарных систем, чьи светила находятся в конце своего жизненного цикла. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!